В сегодняшнем Евангелии Христос предложил нам очень значительную проповедь, которая, можно сказать, бездонна по смыслу и по значению. Кто не читал только эту притчу, которую сегодня Святая Церковь предложила из Евангелия от Луки, 15 главы, когда у одного отца было два сына, один, младший, захотел уйти из дома отца и жить свободно. Вот сегодня мы слышали с вами евангельское благовестие, апостольское послание, которое предваряло евангельское чтение. «Все мне позволено, но не все полезно. Все мне позволено, но ничто не должно обладать мною». Как правило, молодые люди, читая эти строки, запоминают только первую часть. «Все мне позволено», то есть желание свободы, независимости, непослушание своим родителям, «Все мне позволено». А вот, к сожалению, вторую часть они разбирают и понимают крайне трудно, но не все полезно. «Все мне позволено, и ничто не должно обладать мною». Свободу мы получаем во Христе, в нашем любящем и заботливом Отце. А вот сын младший у отца из притчи Христовой, он как раз захотел свободы, он хотел скорее вырваться из этих уз, где все размеренно, четко, в свое время трудятся, приносят плоды, снова работают в доме его отца. «Сколько можно жить вот так, все есть, все хорошо, тепло, сытно, довольна. Хочу жить, как я хочу. Отдели мне часть моего имения». И отец, по любви своей отделяя, часть положенную сыну, отдает ему. И тот уходит, и, как сказано в Евангелии, живет блудно. Во что человек, особенно молодой, неразумный, неопытный, превращает свои средства, свои деньги? В наслаждение. В то, чтобы взять от жизни все и ни в чем себе не отказывать. Вот, к сожалению, современное поколение, оно не делает выводов из Евангелия. Мы вообще, мало читая Евангелие, все дальше отступаем от Господа и Его нравственного закона. Почему сегодняшние события имеют место быть? Потому что люди думают найти свободу без Бога. Они думают найти счастье, развлечение, удовольствие, сытость без Бога. Этого всего не бывает. Это всегда страна далече, куда удалился, и пока были средства у этого юного сына, он всем этим пользовался. Много было друзей, много подруг, блудниц, много еды, много вина. Но вот заканчиваются деньги, заканчиваются и подруги, заканчивается возможность пропитания. И вот он начинает испытывать голод. И он уже нанимается на работу к совершенно жестокому человеку, который дал ему работу, тяжелую работу. А питался он уже вместе со свиньями, рожками, которые ели свиньи. И вот придя в себя, этот молодой человек вдруг вспоминает о своем отце. И решает повиниться и прийти к нему попросить прощения и возвратиться уже не сыном, а хотя бы рабом. Потому что в доме отца моего избыточествуют люди всем необходимым. И он подумал, встану, пойду и скажу отцу моему, отец, я не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число своих рабов. Встает и идет домой. А возвратившись, встречает отца, который не сидит на троне и не просто встречает заблудившегося сына у ворот, а видит его бегущим навстречу. И тот падает к нему на колени и произносит то, что нес с собой по всей дороге, возвращаясь домой. Отец, прости меня. Я не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число своих рабов. И тут отец, обнимая и целуя сына своего возвратившегося, говорит, Сын мой, ты пропадал и нашелся. Ты был мертв и ожил. И нет больше радости для сердца отца, чем возвращение блудного сына. Он делает пир. Он созывает гостей. Он радуется. А возвращающийся второй сын, брат его, огорчился по поводу такого праздника. И даже больше того, укорил своего отца словами, вот я все время работаю у тебя. Я и с друзьями-то не мог повеселиться, а ты тут этому блудному сыну твоему, который пошел и расточил имение свое, ты устроил праздник. Итак, обратите внимание, как этот ревностно себя любивый брат обращается к своему отцу. Он не называет возвратившегося братом, покаявшегося, наскорбевшегося, нагрешившего, но вернувшегося. Он и братом-то не считает. Он говорит, сын твой вернулся. Он же и твой брат. Но как это гордое сердце уже забывает о том братском отношении друг к другу. И вот тогда отец говорит этому второму сыну, сын мой, все мое твое. О том надо было радоваться, что брат твой, он напоминает ему, что это не только мой сын, это и твой брат. Он пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Вот это удивительное повествование должно всех нас с вами сегодня, дорогие братья и сестры, многому научить, особенно в преддверии Великого Поста. Этот любящий отец, Бог, заблудившийся сын, это каждый из нас, который удалился, думая, что без Бога, без молитвы, без церкви мы многое можем сами. Мы добиваемся того, что мы обустраиваем свои жилища, зарабатываем, создаем семьи и думаем, вот мы живем. Это не жизнь. Без Бога нельзя жить счастливой жизнью. К сожалению, это не понимают люди, живущие в семье. К сожалению, люди не понимают это, живущие в обществе людей. Потому что единственное, что объединяет, это вера в Бога, Творца всей земли и каждого из нас. Мы должны не забывать, что Бог есть Творец мира, видимого и невидимого. И Он сотворил людей, Он сотворил все для человека. А человек забыл о своем Творце и думает свободу найти где-то в стране далече. Почему такое сегодня стремление уехать за границу в эту счастливую, кажется, жизнь? И куда уезжают люди? Что там они находят? ЛГБТ-парады, смену пола. Педофилию и прочие мерзости, о которых срамно с высоты омвона и глаголоти. Что они там находят в этой стране счастливого, плотского наслаждения? Вот потому для всего нашего, в том числе российского общества, нужно понять самое главное, что у нас единственное, что может нас спасти, это объединение вокруг Святой, Соборной и Апостольской Православной Церкви. Нам нужно вернуться всем в то, чем жила Святая Русь. А Русь жила верой православной. В ее многонациональной огромной территории Святая Вера Христианская объединяла все народы, живущие на ее территории. И так вера – это объединяющая православная традиция и вероисповедание для всех людей, живущих на территории России. Те, кто понимает глубину православия, и те, кто еще только на пути к нему. И как только мы попытались уйти, неужели ничего не научились в 17-м году пойти на страну свободы? Вы помните эти лозунги? Свобода, равенство, братство, хватит Бога. Долой религию, долой храмы, долой писание, долой иконы. И стали люди разрушать храмы. Эта свобода приводит к зависимости дьявольской. И снова мы видим, как на Украине за эту свободу, за эту снова Европу, захотелось в Европу людям. И что происходит? Да и что происходит у нас внутри? Разве мы сплотились вокруг Святой и Соборной Церкви? Раньше, дорогие братья и сестры, в войну Великую Отечественную, когда открыли возможность ходить в храмы Божьи людям, то, как говорил один старый священник, храмы плакали от количества людей. Как это понять? Столько было людей, что аж пар на стенах собирался и стекал со стен. Вот столько людей было и в зиму, и в весну, и в лето. Молились о войнах и о победе. А сегодня? А сегодня мы об этом забываем. Сегодня мы думаем, что другими путями можно как-то победить. И храмы наши не переполняются, вы видите, на сто двадцать тысяч живущих в юбилейном районе. Сегодня нет и одного процента. Нет и одного процента. Стены наши не плачут вместе с теми, кто плакать бы должен о своих грехах. Потому что мы еще свободны от Бога. Мы еще хорошо живем без Него. И зачем Он, когда мы еще не дошли до свиных рожков? А вот когда дойдем, наверное, вот тогда встанем и вернемся. И будем помнить, что в любом состоянии у нас есть возможность вернуться и повиниться перед своим любящим небесным Отцом. Это что касается нашего общего народного возвращения в лоно Церкви. И у нас есть каждого возвращения. Оно начинается с каждого из нас. Чем я хочу и завершить, дорогие братья и сестры, сегодняшнее воскресное обращение ко всем вам. Каждый из нас должен вспомнить о нашем любящем Отце. Ощутить себя в этой свободе от Бога в рабстве греха. Потому что не бывает счастья в рабстве. И как только я пойму, что там, где Бог, там свобода, а об этом написано в Священном Писании, там, где Дух Господень, там свобода, вы слышите? Свобода во Христе и Иисусе. Потому что Бог сделал нас свободными в Сыне Своем и Господе нашем. Давайте вернемся к Нему. Вот именно к этому призывает нас Церковь. А для этого нужно всего лишь то, что сделал заблудившийся Сын. Прийти в себя. То есть надо понять, что же я делал, чем я жил, что было в ценности моего земного бытия. И вот в это состояние, придя, покаявшись, уже внутри, в своем сердце, скажем, пойду, повинуюсь, вернусь в лоня моей церкви. И буду отныне каждое воскресенье ходить в храм. Потому что шесть дней трудиться Бог повелел, а седьмой приходить славить своего Создателя. И не забывать на неделе, что Он есть Творец. И подчинять всю свою жизнь Его нравственному закону. Смотрите, как засияло солнце после сказанных слов. Солнце правды снова подтверждает всем нам, как важно услышать эти сегодняшние слова. Встать, повиниться и вернуться к солнцу, к свету, к теплу, к радости, истинно свободной во Христе жизни. И у нас есть такая возможность прийти и припасть на колени. Почему мы будем на коленях молиться? В посту. Помилуй, помилуй меня, Боже, повелицей милости Твоей. Будь милостив ко мне грешному. Вот молитвы, которыми мы должны уже сейчас вооружаться и просить Господа, возвращаясь не в рабство, а в светлый дом любящего Отца. Вот если мы вернемся, тогда и мы услышим от Господа, дети мои, вы пропадали и нашлись. И нет больше радости для сердца Отца, чем возвращение блудных детей, таких, как мы с вами. Да возвратимся в дом нашего Отца, в дом Божий, и уже всю оставшуюся жизнь, таков всегда, с Господом будем. Аминь.